В музейно-выставочном зале города Фокина представлена экспозиция «Ленинград. Память и боль». Посетить ее поспешили воспитанники гимназии номер 259. Как это было, расскажем в нашем сюжете. Блокадное кольцо, осаждавшее Ленинград, было прорвано 18 января 1943 года. С тех пор это памятная дата в истории нашей страны. К ней приурочили экспозицию в музейно-выставочном зале нашего города. Экспозиция рассказывает о подвиге ленинградцев, об их мужестве, об их стойкости, о том, как в условиях блокады они продолжали жить, трудиться, помогать фронту, стране и при этом оставались людьми. Ну а в рамках работы экспозиции мы проводим еще различные музейные мероприятия. Это цикл мероприятий под общим названием «Блокадной вечности страницы». Включают этот цикл и уроки мужества, экскурсии, лекции для людей всех возрастов. Детям показали интервью с местной жительницей Антониной Данчиной, участницей обороны Ленинграда, которая пережила те страшные времена, но которой сейчас, к сожалению, уже нет в живых. Тема очень непростая. И маленьким детям не все вещи можно показывать и не обо всем можно рассказывать. Вместе с тем нужно передавать память о тех событиях, которые были нашим детям. Это очень важно. Ведь очевидцев событий остается все меньше и меньше среди живых. И мы должны рассказывать, чтобы это не забыли дети, чтобы такие события не повторялись никогда. Ребята почтили память жертв блокады минутой молчания под звуки метронома, так называемого «пульса Ленинграда». Именно он в те тяжелые времена в осажденном городе оповещал людей об опасности. Хочется отметить, что некоторые экспонаты для экспозиции предоставил местный житель Николай Николаевич Пилат, за что сотрудники музея очень ему благодарны. Большинство экспонатов – это действительно просто олицетворение. Это такая инсталляция. То есть мы старались через предметы показать основные такие фрагменты истории блокадного Ленинграда, чтобы люди увидели, возник образ, и из этого уже получился рассказ. Но хотя вот один экспонат нам его предоставил Николай Пилат, вот такая вот тарелочка у нас есть, и на ней мы видим надпись, что это рабочий крестьянский военно-морской флот. Вот такая скромненькая, но с тарелочкой – это действительно с историей. В завершении исторического экскурса ребята поделились наиболее запоминающимися моментами. Мне запомнилось то, что блокадные дети, они все равно ходили в школу. Мне больше всего запомнилось то, что люди всеми способами пытались как-то поднять себе настроение и не давали фашистам подумать, что они уже сдались. Я знаю то, что была карточка на хлеб, и если эту карточку потерять, то больше хлеба тебе не дадут, и карточки больше не дают. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова